здравствуйте уважаемые любители летных видов спорта мы снова в небе и с хорошими новостями только что час назад доехала кнопка ютубовская серебряная я бы уже мчался ее потрошить вот там она дома лежит но решил что нужно наверное радость снять начать снимать с неба потом жена должна была макса сына достать добыть из школы шампанское охладить и ну короче мы решили еще немножко полетать капельку но уже готовимся уже на аэродром съезжаются друзья сейчас будет распаковка погода радуется вместе с нами сейчас в сторону сестерона а я вам сейчас покажу вот это выстроилась гряда посмотрите друзья это мечта любого планилиста гряда заблаков под которые можно пули слетать туда и пули слетать обратно вот будет шили сгонять до сестерона и обратно и потом на посадочку три метра в секунду по прямой просто шпаришь вот так и периодически ручку до себя туда-сюда дергаешь как это выглядит вот ручка вот я вот сейчас 100 километров в час как только кончится набор я сразу ручку от себя и разгонюсь но сейчас смысла нет возможно вот так лететь и постоянно высоту набирать вот разогнался сейчас проскочу минуса и потом опять плюс как это водится за черной полосой всегда белая за нисходящим поток всегда восходящему и конечно день сегодня просто бомба встал я в 6 утра 6 30 я уже был в небе приземлюсь и сегодня в 7 то есть можете почитать перерыва были где-то минут по 15 сколько же я сегодня налетал наверно серебряная кнопка это почуяла и решила приехать именно сегодня пока мы летим хотел поделиться этой радостью наверно в каком смысле я никогда не думал что канал который я начинал как вот так поржать вдруг до какого-то такого дойдет это заслуга серёги моего друга который наверное вовремя почуял потенциал и сказал игорь ты же можешь ты же там не знаю улыбаешься весело что-то рассказываешь там опять же достаточно толково можешь читать лекции которые слушают попробуй и ролики сначала были пели первые достаточно раздалбайские стиле о чем вижу о том пою мы а потом какое-то количество таких полуучебных получилось потом уже путешествие потом еще чего-то и о какой пять метров в секунду друзья такое не просто будет если вот вот если пилот пропускает пять метров в секунду то в следующем следующей жизни он попадает в ад погода погода не дает его по-другому вот вот она вот мечта как выглядит мечта видите пять метров в секунду но вы понятны посты какие облака тут есть уже и грозовые ливневые видите системы там ближе к италии до тянет нас вверх будь здоров вот так вот планер раз заправились энергии то сейчас мы на заправочной колоночке полный бак заливаем могли конечно и по прямой залить полный бак но видите пять метров нельзя грех не пропускают а где вы не вижу справа 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 где 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 на сколько часов уже улетели жалко шо ж ты так поздно сказал то орлы нам надо и так серёга в меня поверил и заставил поверить меня в себя помимо этого огромное спасибо и жене тусе которая зарегистрировала канал мечта летать потому что я сам не люблю эти компьютеры швампьютеры и она прям двух шпок и зарегистрировать давай снимай клади видео и вначале мне конечно дико демотивировал количество просмотров ты стараешься делаешь какое-то видео хотя не старался бац я там 100 просмотров ты думаешь как же так я то или там попадается видео про реактивный планер как вы летали я думаю все сейчас я буду звездой ютуба там на 10000 просмотров на фейсбуке и бац 300 просмотров на ютубе я думаю не ну так это не серьезно как и как этого демона выключить самое главное покажи как я буду включить а ты you never guess the places that I've been you never guess the places that I've been you never gonna let the day begin you Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И еще мне помогает всегда сын Макс Потому что он садится с папкой И говорит, папа, давай монтировать видео И там помогает Говорит, ты что-то тут проматываешь быстро Все это вместе Плюс позитивные комментарии Зрителей Плюс, наверное, какое-то настроение Привело к текущему результату В который я, если честно, не верил То есть каюсь Я еще помню, Сереге говорил, когда у нас была первая тысяча подписчиков И дали вот эту монетизацию Он говорит, ну все, следующий рубеж Стой, говорю, ты что, уку-ку Если мы там за год наберем 10 Я буду вообще дико счастлив Ну за год мы набрали 50 Потом еще 50 Да, хорошо Где? На 11-10 Сейчас мы к нему слетаем Вот, друзья, смотрите Коллега поприветствовать прилетел Возвращается, похоже, домой И решил попозировать Ну вот, посмотрите, как Красавчик Опа Ю-ху Наш, наш Сейчас, смотрите, выверглись с другой стороны Так, ну-ка Пошел на переход Помчался домой А мы-то еще не домой Мы до Сестерона разворачиваемся Мы до Сестерона еще не Далеко ли до Сестерона Осталось чуть-чуть Так что я считаю, что это наша общая заслуга Эти вот пресловутая серебряная кнопка Которую мы сегодня отмечаем Сейчас пока в небе, потом на земле Ну, мы не отмечаем так Мы отмечаем полетом И, наверное, самое главное Это мотивация Это когда Вот эти отзывы Радость какая-то, которую я чувствую в людях Которые пишут комментарии, смотрят видео Все это вместе Оно именно заставляет работать Ну, представляете, там, сколько я этих Я роликов-то снимал сейчас Я могу года два не летать И будут ролики каждые две недели Каждые три дня выходить То есть я не успеваю смонтировать все, что смонтировано Ой, то, что лежит И там такой материал Там бомба Там огнище материал Я его экономлю, потому что Хочу смонтировать со вкусом, с расстановкой Обещаю это вот прям На долгое время Замечательным контентом мы уже обеспечены И очень много времени Отнимает монтаж Огромное спасибо моим друзьям Павлу и Диме Которые замечательные длинные ролики Собирают для канала Просто меня спасают Выручают Я уже смонтирую Монтирую, что придется Они разгребли Кучу материала Ну и вообще Вот что-то нужно Что-то посоветоваться Там пишешь Люди откликаются Это Вот это именно мотивирует То есть чувствуется какая-то такая Некая команда, что ли Именно поэтому я продолжаю А наверное лучшей наградой За работу является Вот например Сейчас у меня учатся ребята И один Так, осторожно Планер впереди Слева внизу Видишь? Да, мигает Вот, друзья Смотрите, как он пророчится Вот видите С медалочкой Чпок Это Именно поэтому нужно смотреть Не только в экран камеры Что я сейчас не делаю А немножко вперед Постоянно сканировать пространство Ну и плюс наша система Так сказать Предупреждения Столкновений в воздухе Друзья Это интересное явление А перед крылом Видите, как Мощным Таким Лучом Бьет вниз дождь Ну такой может быть Даже снег и дождь А вот Остается В районе Как раз В сторону Ниццы Огромное Грозичное Бескрайнее То есть туда всасывается Весь северный ветер Который дует Сейчас нам спину Достаточно сильно И вот там Получаются Такие очаги осадков Итак, город Сестерон Город, который Замыкает Такое кольцо Гор Можете посмотреть Видите, идут горы В сторону Вот как раз Нашего дома Вот сейчас крыло Показывает То есть огромная долина Горы с одной стороны Горы с другой стороны Вот скажем так Другая Сторона Галины И единственный Проход на районе Это Город Сестерон Именно поэтому Здесь В самом узком месте Построена крепость Которая была Разрушена Решилье По приказу Вот крепость Крыло показывает А потом построена Потом во время Второй мировой Еще раз разрушена И вот за проход Через это ущелье Брали деньги В принципе Логичное Совершенно занятие В средние века Сидишь на хорошем месте И деньги зарабатываешь Ничего не производя Вот это кстати Отвратительное действие Меня больше всего Бесят люди Которые так же Сидят на каком-нибудь месте Ничего не делают Берут взятки И только вот Мешают развитию цивилизации Я бы таких Извиняюсь Сразу же Из цивилизации Исключал бы Ну да Вселенная им судья Поэтому Если вы не такие Производите реальные Позитивные Материальные Или духовные ценности То значит Вы наш человек А если вы берете взятки То перекращайте это дело Потому что так сказать Приведет это К печальным последствиям В вашей будущей жизни А самые лучшие награды За канал Это ученики Которые Говорят Я никогда бы не Начал летать на планере Если бы не посмотрел Ваш канал Вот сейчас Вот у меня летает Женя Замечательный молодой человек Такой С огнем в глазах За Не знаю Четыре дня полетов У него гигантский прогресс В общем Конь-огонь И он говорит Я думал Что это такая консервная банка Которая летает сверху вниз Приземляется где-нибудь Не поверите, друзья То же самое было у меня Я думал Что планер Это какая-то Я знал Королев Антонов Ля-ля Тополя То есть Все это летали на планере Строили Даже какие-то маршруты летали Но мне казалось Что это настолько сложно Настолько Непонятно Настолько Можно сказать Бесперспективно Что я даже Вот в эту сторону Почти не смотрел В Вильнюсе Я видел Как планера танцуют Планерный балет Как они там Делают петли Потом такую делают Как бы Смыкаются Размыкаются Крутят кольцо Бесконечное Бесконечную петлю Это под музыку Это конечно Завораживает Но то что можно На планере летать 3009 километров То что можно Вот я сегодня В 6.30 Первый вылет сделал В 7 вечера Приземлюсь Я целый день в небе И целый день На энергии природы Кстати Планера может не управлять Ведь он сам летит Действительно Устойчивая конструкция Вот этого всего Я не знал И меня очень сильно Замотивировало Попробовать планер Юлия Гречикова В защиту динозавров Это совершенно Гениальное произведение Если вы не читали Я вам категорически Рекомендую Брать в интернете В защиту динозавров И попробовать Почитать Завораживает И вот я когда прочитал Я понял Что он как раз С этого начинал Он видел сначала Консервную банку А потом в штатах Полетал на планере И попал в этот мир И дальше Вот кстати Смотрите Сейчас Я сейчас Сделаю свечку Заорет система Предупреждения Столкновений Вот поднимемся К этому планеру Максимально Не заорало Слишком большая разница По высотам Видите как планер Срывается Оп Сейчас был срыв Я то что Скорость бросил Меньше чем Минимально возможно ДГ500 Великолепный планер Он совершенно Не любит делать штопор Он просто Парашютирует Ну что я имею ввиду Под парашютирует Смотрите Вот сейчас 3 метра в секунду Я Задираю ручку Вот скорость 80 Вот ручка в упоре Вот она Вот он Трясется И опускает нос Видите Вот как его Свалить то я его Конечно могу Сейчас педалью Но не хочу Высоту терять Мы все таки домой За кнопкой спешим Так что если вдруг Друзья Действует система Семи рукопожатий Передайте Юлию привет Ну он в принципе Канал мой смотрел И в свое время Там фейсбук Мой читал Мой переписывались Замечательнейшая Штука Написана им Которая Не один десяток Да каких-то десяток Сотню Пилотов Подвигла Наверный путь Подвигла В общем-то меня Попал я на полеты На планере Случайно Я ухаживал За своей женой Тогда еще будущей Натальей Был очень сильный ветер Примерно как сегодня Когда на параплане Летать нельзя Я Зная что В Пахомово Летают на планерах У меня был знакомый Юрий Александрович Кузнецов Вот собственно Моим инструктором Стал замечательнейший человек Он мне позвонил Юрий Александрович летает И он говорит Конечно летаем И мы туда Раз в это Пахомово Оказывается никто не летал Только планера после зимы Вытащили Но Юрий Александрович Своим энтузиазмом Раз Юрий Александрович Покатал меня Покатал мою Жену Моих друзей И всей компании Я загорелся полетами Жене как что-то не понравилось Она сказала Я пока лучше больше На парапланах Но потом она кстати Научилась летать Выполнила первый разряд На планерах Летала маршрутом По 250 км На янтаре То есть тоже В общем-то конь-огонь Но на тот момент Она решила Что парапланы Это интересно Вот с этого Начался мой путь Планиризм Пользуясь случаем Привет Коллективу Пахомова Юрий Александрович К сожалению Уже Умер Но Живы Все в Пахомова Аэродром летает Большой-большой привет И на самом деле Несмотря на то Что были разные разногласия Я могу сказать так Что я пер Как танк Я хотел быстрее Много летать А в клубе Там атмосфера Немножко такой дачи То есть все такое Очень спокойное Размеренное И наверное Ценность этого Понимаешь Немножко потом То есть я тогда Наверное Они для меня Были слишком спокойными Но я сохраняю теплые воспоминания И как бы классно летали Так что большой привет Пахомова Эгегей Вот она Пятиметровая свечка Друзья Видите Я не кручу По кругу Возвращаясь Вот в то место Откуда мы начинали ролик Собственно Впереди Это гора Шабар То есть почти без спирали Мы прошли весь паршрут И видно Грита облаков идет дальше Мы по ней немножко пройдем И собственно Дальше На посадку Уже непосредственно На аэродром наш Если уже передавать приветы Орлу могу передать привет Где я учился летать на Интере И прошли тоже хорошие годы моей жизни Мне все было гладко Все-таки мой характер принципиальный Некоторых вещей не терпит Досафовских Потому что Ну я не приемлю Идеи Есть начальник А ты дурак Могу сказать одно В Досафе очень ярко И часто Присутствует отношение Такого вот Если человек на управляющей должности То он Часто створит Всякие нехорошие вещи Вот такие Не знаю Шантаж Какой-то Такие решения Вот мы решили И будет так же То есть я там защищал Своих коллег Которые хотели там Разряды решить Отобрать планер Еще что-нибудь Некоторым образом воевал И я счастлив Что я внес Своим таким характером Хоть насолил Немножко Руководство Пилотам обычным Я передам Большой-большой привет Отличная компания Было очень приятно Летать вместе Владикавказскому клубу Передам привет Я вырвался к ним Осенью 11-го года И первые полеты Моих в горах Были во Владикавказе Меня очень хорошо приняли Помогли мне правильно Оформить летную книжку Ее прошили Перешили Потом Во всем мире Когда я эту книжку Показываю Они смотрят Ого Какая книжка Даже вот в Литве Когда я менял лицензию На литовскую планерную Я показывал книжку На нее посмотрели С уважением Поэтому Огромный привет Казанскому клубу Могу передать Привет Летал там соревнования Пилотам Огромный привет Руководству Ну тоже привет Ну конечно Вот то же самое Про Дусаф скажу Дуболомно И неуправляемо И очень обижательно И я Никогда бы не мечтал Летать в Дусаф Именно поэтому А в мире В Африке Мартину Лесли Который научил меня Летать по-настоящему Научил меня летать Не мельтиша Вот так вот ручкой Как я там всегда Мешал Вступи воду А нормальная Спокойная ручка И вообще уметь Бросать ручку Потому что планер Нормальный Сам летит И моему учителю Клаусу Ольману Вдохновителю На маршрутные полеты На вечное обучение Потому что только Клаус может Отлетлять целый день С учениками И потом на закате Сказать Игорь Спросить у них Кто хочет еще куда-нибудь Я говорю Я Он говорит Ну пошли еще Походим И уже закат солнца И он находит Какие-то места Где последние потоки воздуха Там немножечко Идут вверх И вот Божественно Вот я счастлив Что я научился летать И я вдвойне счастлив Что могу теперь Передать вам Вот эти ощущения Как летается У нас Я в облако Влетел нечаянно Друзья Стало темно Стало темно Это мы Свет потушили Вот эти кстати Грозы Посмотрите Справа Ай Как хочется Под такое облако В Африке Я в такое облако залез Но не в такое А когда оно было маленьким А потом оно стало таким И скажу вам Полет Около вот этой вот стенки Он совершенно безумный То есть можно выскочить Сверху облака И пошалить По вот этим Освещенным стеночкам Очень хорошо Ну мы чтим уголовный кодекс В смысле этот ВФР Визуальные полеты Поэтому Просто летим Ну видите Когда как работает В облаке Да Оп Ну мы сразу же вниз Одним глазком Забыл передать привет Крымским пилотам Я был там в одиннадцатом году Случайно получилось так Что образовалось у меня Несколько дней Я когда приехал на аэродром Пахомова Там всегда была погода То есть два месяца Пятница, суббота, воскресенье Были летными И когда я уже более-менее научился Там уже вылетел самостоятельно Уже летал площадки, маршруты В воскресенье Видно было, что погода испортится И я рванул в субботу От лета Пахомова в субботу Рванул в Крым Нашел ребят И спрашиваю А сколько летать можно? Он говорит Да сколько влезет? Я говорю Да вы что? Да такое бывает Мне вот говорят Что там очередь Ну потому что В Пахомове у нас были Очереди постоянно Там то Буксировщик сломается То еще что-нибудь То инструктор один То есть было тяжело, конечно А тут они говорят Да хоть целый день И я беру инструктора Сажусь в бланике Летаю в бланике 6 часов Я представляю Как Олег был Инструктор у меня Как было тяжело Ему в кабине задней Мне неудобно Я потом Когда летал на бланике Вспоминал это И думал Как же я человека замучил После этого дня Он заболел Сказал, что больше он заболел Летать не может Мне попался другой инструктор Он заболел на следующий день И только на третий день Достался молодой спортсмен С которым мы уже тунули Классные маршруты Туда через весь Крым На перешеях Назад И вообще Просто волшебно Поэтому Я думаю, что обязательно Когда нормализуется Правовой статус Крыма Туда обязательно поеду И мы там еще погоняем Просто полный гигей Как? Не отпускает нас небо, друзья Почти долетели до дома Собственно, вот Населенный пункт Лоботи-Масилион Рядом с горой Где солнечные панели И тут бац Я, похоже, волну сейчас возьму Сейчас попробую Очень хочется волну Показать хорошему человеку И в этом случае Ну как вот Как вот еще немножечко Не полетать Тем более, что я забыл Передать привет роддому вузу ХАИ Харьковский авиационный институт Выпуск 1997 года Всем большой-большой привет Моим друзьям Которым сейчас непросто Кто ж мне тут звонит-то Вот видите, друзья В небе можно звонки принимать Жена звонит Алло Да, Тусечка Нашли собаку Едете на аэродром? Да, все Давайте на аэродром все Потерялась собака в доме У гостей И сейчас ее искали по деревне И не знали ехать На аэродром не ехать Вот жена все названивает Сын спит Сейчас Макса Макса разбудит Он же должен кнопку распечатывать Так что, друзья Видите, полет Это огромное количество Полет Это огромное количество Всевозможных приключений Вот как берется волна Я сейчас набрал под облаком По идее Выход на вот эту наветренную часть Должен привести к меня К устойчивому подъему Выше облаков Сейчас мы Сейчас я вам покажу Сработает это или нет То есть надо сейчас разогнаться И вот перед этим Облачком Должна быть волна Я, конечно, чуть не добрал По высоте Вот видите, как ротор Завиточки облаков выплевывает Но будет, не будет Оп Вот она магия Сейчас должно все замереть И пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи Магия Ну подожди еще сейчас Может быть и не проканает Ну вот так волна берется То есть нужно набрать высоту Под каким-нибудь облаком И прыгнуть на наветренную сторону И по идее Вот здесь должна быть волна Вот по всем признакам Потому что здесь есть облако Вот оно здесь есть А видите С этой стороны феновая щель Ничего нет То есть волна прям должна быть От слова совсем Волну еще не взял Успокоился и все Вот она волна, друзья Уже выше облака Значит точно Немножко до волна Так что Желание показать Хорошему человеку Волну Видите, оно Уже реализовано В какой-то мере Ну в полной мере То есть вот она Вот как выглядит волна Как спокойно Источник волны Вы уже всегда знаете Он в сторону ветра Вот этот наш Наша родная гора Арамбар А это родная гора Сен-Жени Вау Как и знаете Больше всего Куда хочу Вот туда Вот выщипайте мне все перья Но я хочу туда Вот к этой вот огромной штуке И по ее краешку Сейчас можно было Как вот по этому облаку Мы забираемся Представляете Можно было бы забраться По вот этой чуме Черной Из-под которой Гром и молния Практически уже взят Веркушка на тысячах Наверное на Пяти как минимум Других пяти больше Выше Мы на сейчас Две четыреста Ну где-то семь Семь тысяч Наверное Веркушка Да Магия Самое главное забыл Мама привет Без мамы Ну не было бы такого Полтуса Это и коню понятно Но могу сказать Что мама поддерживала Все мои начинания Всевозможные Хулиганские Во-первых Я хорошо помню Как она разрешила Мне в садике Не есть суп Там был такой суп Который валили на молоке Капуста И морковка Сваренная в молоке То есть Это вот Можно представить И сразу Вот если Плохо Вот представил И сразу Вот так и я Я это Я отказался На отрез Есть Что по чеку Так как нравится Не бояться Кто кстати В этом участвовал Большой привет Это был 97-й год Ребята Кто там принимал решение В литовском Аэроклубе Планерном Вам привет Видите Что выросло Все-таки И я махнул Меня предлагали Ладно Поедешь запасным Я поехал запасным Повезло Стал основным Отлично Отлетал соревнования Мне вернули Все мои взносы Даже выплатили премию Дали медаль Так что еще И денег заработал Поэтому Это решение было такое Играл Дайер Стрейтс Я ехал И думал О чем я мечтаю Я хочу на соревнования Ах И все Так же И вот И с планером Я сидел 31 мая 14-го года Пил коньяк Не скрою Потому что Случилось событие Когда Я там Мечтал сделать Летную школу Лучшую там В мире И так далее Построил лебедку Купил планера А потом Ну вы все знаете Эту историю С генералами Варьем Которые предлагали На моем изобретении Деньги пилить Я понял Что не будет у меня Будущего в этих школах И я не знаю И чем я хочу заниматься И я так подумал А я хочу летать Я хочу планер Двухместный И летать Я же могу И я продал К чертовой матери И школы И лебедки Ну и парапланерные школы Купил себе планер АСЖ-32Ми За 30 миллиона евро И летаю Как на нем Так сейчас Вот у меня еще один ДГшка И еще пистерель стоит То есть Оброс конечно Планерами Это естественно Не быстро получилось За многие годы Но это было решение Сменить деятельность Которой я занимался Долгие годы И просто смело Шагнуть в пропасть И это да Это привело К рождению Того же канала Вот как вы видите Сейчас я летаю Доволен как слон И свободен Самое главное Я свободен Я свободен Перемещаться по планете Я свободен Дружить с кем мне нравится Я говорю Могу Любое слово Любым словом называть Мне за это Ничего не будет Поэтому Свобода Это высшая ценность Наверное Я наверное скажу Что свобода ценнее Чем Все вот эти вот Навяленные Обществом Ну или там Государством Идеи такие Ура патриотические Что там Твоя свобода Это конечно Хорошо А вот Скажем так Государство Это важнее Нет друзья Государство Это на втором плане На первом плане Это вы Личность Человек Который живет На планете Земля Именно вы Вольны Выбирать Какой будет Ваша жизнь И выбирать Тех людей Которые Ну Желательно Чтобы иметь Возможность Выбирать тех людей Которые Вашу жизнь Делают Хорошей Счастливой Ведут вас К светлому Позитивному Будущему Так что Ну знаю как Завантюризм Давай мы решили Лететь под петлю До планеря Погнали Ура Юху Ой Как же обожаю Такие полеты Жена звонит Самое время Друзья Афигеть Оп Ха-ха-ха-ха Сейчас Я поговорю С женой На петле Алло Тусечка Алло Тусечка Ку-ку Вы на месте На аэродроме Все Я петли Закончил Лечу к тебе Ну Круто Круто Игорь Круто Да Все Все на аэродроме Друзья Все на аэродроме Можно лететь За серебряной кнопкой 90 градусов При таком ветре Никакого смысла Заходить Против ветра Нет 90 градусов Можно садиться С попутным ветром Под небольшой Попутной составляющей Да Градусов 60 Ветер Вообще Никакого смысла Не знаю Ребята просто Ну я бы тоже Не знаю местности Наверное Приземлился бы На всякий случай Как они Так Ну что Будем делать Низкий проход И после низкого Прохода Парохода Посадку Делаю проход 250 Уходим До рельеф Чуть-чуть Чуть-чуть Потрякивает Ротор Оп Отлично И Свечка вверх Уходим До рельеф Чуть-чуть Потрякивает Ротор Оп Отлично И Свечка вверх Закрыл окна Плавно Перемещаем На 10 Шасси Вывалить И Заход Смотрим На деревья Деревья Конечно Слушай Ну прилично Кстати будет Ну ладно Еще тормозим Да И Все Жизнь Путевичок Будет мешать Видишь Какое приходится Упреждение Ну иду Путь дорог У нас Путевай Сейчас Ну и сейчас Я подведу И у самой земли Там педаль Левую Сейчас убрал Тормоза Чтобы подтянуться Поближе И будем За пешком Ити Сейчас готовлюсь Оп Пошла нога Левая Оп Первый Вось Все Бридер его Видишь Сейчас Оторваживаюсь Все Выскочили на асфальт Дальше все нормально То есть Посадочка Видишь Такая Нетипичная Может Наши друзей Снять И будем Подъезжать К ангару Был бы Открыт ангар Мы в ангар Запарковались Да Фирменный заезд Друзья Я уже научился Метр оставлять От крыла До ангара Ура Да Ты доволен? Да что ты Конечно Огонь О чем речь Ну что Мы не прощаемся Сейчас открываем Кнопку Макса Она Кнопка Вот друзья Как это выглядит Открывать Прям в планере Ты будешь открывать Со мной вместе Друзья Придется в кабине Не вылазить Из планера Причем Я с 6.30 В небе Ну давай тогда вместе Залезай ко мне в планер Кто может поассистировать Второй камерой Вот одна Как это бывает Ну Макс Тащи Тащи Не поломай ничего Я бы зубами открывал Макс Вытаскивай Макс Ой Сколько всего Вот оно Вот Макс Серебряная кнопка Ютуб Как это бывает О Фу Ну вот друзья Это свершилось Торжественная часть Завечена Дальше Совершенно торжественная Жарите Что у нас там Кебабы Кебабы Шашлык Шашлык Кебабы Ооо Красота Да Макс Да это еще бриллиантовая Макс Смотри Следующая Золотая А потом Бриллиантовая Какая золотая Вот это золотая Следующая Она больше Но потом Их стало слишком много Она маленькая Ну Макс Зато она Из всего самого лучшего Давай вылезаем Скорее Нам нужно Быстро закатывать планер И скорее Отмечать Внутри Макс В antk Вдв scam Открывай В глаза И heal Даже никому В гол Не Ну что Мы тебя Поздравляем С этим событием Спасибо большое Сердечно радуемся за тебя друзья за всех вас за нашу общую кнопку за канал мечта летать ура кажется я успел попробовать переворачивать и